Дональд Трамп пообещал, что первым делом после вступления в должность разберется с российско-украинским конфликтом. А помогать ему в этом будет отставной генерал Кит Келлог. Трамп назначил его своим спецпосланником по всем украинским вопросам. Мирный план Келлога прост. США окажут давление на Украину и Россию, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если Киев откажется от разговора с Москвой, то Белый дом прекратит все поставки оружия. Но если от диалога откажется Кремль, то США, напротив, многократно увеличат военную поддержку Украины. Келлог также утверждает, что Украине не нужно уступать своей территории для достижения мира. Однако он предупредил. Киеву придется признать, что вернуть полный контроль над всеми своими землями, включая Крым, в ближайшее время не получится. Принять мир без всех своих территорий будет сложно, отмечает Келлог. Но сейчас для Украины главное это завершить кровопролитие и сохранить хотя бы то, что есть. Светпосланник также признал, что Киев имеет право требовать репарации от России за разрушением. Однако в Кремле уже ясно дали понять, что не будут выплачивать какие-либо компенсации или помогать восстанавливать Украину. Келлог также жестко раскритиковал внешнюю политику администрации Байдена, отметив, что именно подход демократов подлил масло в огонь. Эта точка зрения совпадает с видением Трампа, который не раз подчеркивал. Если бы президентом США в 2022 году был он, никакой войны России и Украины и вовсе не было бы. По сообщениям американских СМИ Трамп уже одобрил план Келлога и готовится оказать давление на Зеленского, чтобы принудить украинскую сторону сделать первый шаг и начать мирные переговоры с Кремлем. В Киеве не против начать диалог с Россией, но продолжают выдвигать условия, включая полный вывод российских войск с украинских территорий. Путин хочет не дать еще и другим закинчить эту войну, размахивать своим орешникам. Сейчас он может только для того, чтобы взорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что Москва тоже готова возобновить мирный переговор с Украиной на прежних условиях. Какие именно это прежние условия, российский лидер не уточнил. В июне Путин говорил, что требует от Украины отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Россия за 2,5 года конфликта так и не смогла полностью взять эти 4 региона под свой контроль. Сработает ли план Келлога, зависит от того, сколько территорий готовы будет уступить Украина. Но и такой сценарий не гарантирует полное завершение конфликта, а лишь временную заморозку. Согласятся ли Киев и Москва на такой сценарий? Узнаем уже в январе. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на ТРТ на русском, чтобы не пропустить главного. Субтитры создавал DimaTorzok